Хоть кому-то нравятся рязанские сугробы, именно так могут, наконец, сказать люди, которые занимаются уборкой города. То, на что рязанцы устали жаловаться, стало приятным плюсом в отзывах туристов о регионе. Безусловно, Рязань симпатична. Мы здесь живем, нам все примелькалось, и мы видим в фасадах домов какие-то облупленные вещи, мы видим нечищенные дороги, безусловно. Здесь тихо, камерно, спокойно. Они видят белый город. Белый, потому что из-за снега мы с вами ругаем дороги, объективно и правильно это делаем. А они говорят, о, зато нет реагентов, ой, здорово, снежок, ой, как в детстве. Римма Шабанова уточнила, что путешественники – это те люди, которые даже в плохом видят хорошее. Иначе говоря, настоящие оптимисты. Поэтому мы приглянулись, милые рязанские сугробы вместо голых, убранных улиц родных городов. Все как в детстве. Притом плюсы в сугробах на обочинах видят не только приезжие Лариса и Юля, молодые мамы. Вместе с колясками они ежедневно гуляют по улицам города. И пробираться по сугробам, притом с ребенком, не так-то просто. Шла на днях по Горького, Веденскому. Шла, шла, вроде там чистят обычно. А там дальше идет сугроб, его притоптали люди. И чтобы коляску тащить, мне пришлось разворачивать коляску и переть ее вот так. Но следующий день, не на следующий день, через два дня я прошла там, не виделась далека, честно. Думала, расчистили. А в итоге оказалось, что там торопинка стала из-за снегопада еще меньше. И мне пришлось возвращаться обратно и чесать другим путем. Короче, весело. Правда, даже в таких прогулках девушки видят позитив. Мы как на танке ездим. Да, я вот, кстати, давно хотела. Зато похудели, спасибо. Конечно же, это ирония. На самом деле проблема уборки улиц обстоит очень остро. Ну, не убирают. Я вообще-то раньше жила здесь, вот на Кремлевском валу. Было замечательно. Мы сами все убирали. А сейчас я переехала на Большой. Ну, у нас около домов убирают нормально. Ну, а вообще дальше все нечищено. Надо бы, конечно, снег этот вывозить, а не сгребать его. Потому что на пешеходных и переходах, и там, где вот по пешеходам мы ходим, по тротуарах пройти сложно. Ну, хотелось бы, чтобы почище было. Потому что неудобно. Вот сейчас вот теперь нулевая температура. Идешь, ноги проваливаются, неудобно. Люди приезжие видят, что у нас как бы не убрано, тоже нехорошо. Это же дом наш, правильно? Если вот так вот подходить к этому вопросу, конечно, желательно было, чтобы было почище. Рязанцы гуляют по заснеженным улицам каждый день, совсем не обращая внимания на новогоднюю сказку, которую для нас создают городские службы. Однако оптимистичным путешественникам нравится. Быть может, стоит научиться видеть хорошее в обычном. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.